Все началось с выставки японской техники в Москве. На этой выставке увидели интересный, на наш взгляд, робота, который наносил изображение на любую поверхность. И, в принципе, вокруг этого решили и строить, заняться вот этим бизнесом. Начальный капитал исходил из двух, не хочется говорить, акционеров, но от двух людей, которые вложились, вкладывались по 50%, скажем так. Это, конечно, я, поскольку работал, зарабатывал, играл на тот момент. Конечно, это небольшие были деньги по сравнению с тем, что сейчас есть. И вторую часть вкладывал партнер. Пока я играл, этим занималась моя жена. И я уже, скажем, перехватил эстафету. Поэтому это не семейный, но, по крайней мере, мы там все участвовали. И это не новость ни для нее, ни для кого. Я достаточно, сейчас достаточно свободный человек. Я с удовольствием занимаюсь с детьми, с удовольствием играю в футбол. У меня свое свободное время распланировано так, как я хочу, а не так, как, может быть... Ну, вернее, не так, как распорядок в команде. Поэтому меня на данный момент очень многое устраивает. Если будет что-то интересное по работе, возникнет такая потребность, я, возможно, с удовольствием бы вернулся в спорт. Сейчас, скажем честно, в связи с событиями, в связи с тем, что резко упала такая покупательская способность, доходы населения упали. Сейчас, конечно, люди очень неохотно, с осторожностью. Ну, даже не с осторожностью, а, скажем так, готовы более лучше сэкономить, чем, допустим, сделать что-то с кузовом. Даже просто отремонтировать его. То есть не всегда идут на это, потому что, ну, сейчас не хватает. Есть более другие задачи. Робоспособность. То есть, там, несмотря ни на что, двигаться вперед. Так, если можно сказать, гнуть свою линию. Ну, в первую очередь, просто не зацикливаться, не уходить в себя, а продолжать общаться, продолжать там, поддерживать отношения и продолжать заниматься тем, что ты делаешь. Я, конечно, этого не искал, но появилось предложение поработать на радио, в передаче. То есть, я просто так отошел и параллельно работал еще на радио. Сейчас вот появляется телевидение. Возможно, с этим будет что-то связано. Помимо этого, сейчас, поскольку уже многое связано с интернетом, сейчас развиваем интернет-маркетинг компанию. Создаем сайты, продвигаем, раскручиваем. Остальное время это футбол. Это вот наша команда артистов. Как раз вот сзади сейчас мы ездим на коммерческие турниры, матчи. Вот. Три раза в неделю поддерживаем форму. Ко мне иногда, да, захаживают знаменитые люди. Ну, вот сейчас первый, кому можно вспомнить, это Артем Дзюба. Ко мне у меня постоянно ремонтируется, заезжает. Есть имя определенное, которое уже нельзя, нельзя так, ну, не опорочить, а какую-то тень даже бросить хотя бы, да. Поэтому, несомненно, спорт закаляет очень сильно характер, волю. Проходят этапы времени какие-то, и сейчас сравнивать там наше время или сегодняшнее очень тяжело, потому что возрастают нагрузки, возрастают скорости, возрастают технические параметры спортсменов. И сейчас, конечно, все, хоть и мы играли, в общем-то, немедленно, да, по сравнению с предыдущим поколением, с ветеранами, иногда смотришь кадры вот эти, но сейчас скорости намного выше. Сейчас очень сложное время. Хотелось бы, наверное, его пережить, в первую очередь. Остаться, выжить, остаться на плаву среди конкурентов, а может быть и единственным. Вот, развиваться сейчас, наверное, ну, увеличивать, да, какие-то площади, масштабы, наверное, не стоит пока. Лучше, мне кажется, переждать. Субтитры подогнал «Симон»!